Привет, Лёшка на проводе. Я когда-то давно, года два назад, вам рассказывал о интересном опыте, который назывался кидок по морским перевозкам. Достаточно много лекций было, я разбирал конкретные примеры кидка со стороны китайских псевдоагентов. И на самом деле я вот два года после этого ожидал появления что-то похожего, какой-то похожей схемы в России. Я был уверен, что рано или поздно схема появится. И вот она реально появилась. И я вам сейчас расскажу, как китайская схема кидка по морским перевозкам адаптирована, была адаптирована для кидка, похожего на территории Российской Федерации, между российскими участниками рынка. Итак, я сейчас расскажу схему, скелет схемы кидка в российских реалиях. Я именно дам скелет. Естественно, схема эта развивается и может быть дополнена различными кусками, различными нюансами. Все зависит от фантазии участников этой схемы. Я расскажу лишь только о самой сути этой схемы, о самом основном фундаменте этой схемы. Часть первая – доверие. Первая часть игры, которая происходит в этой схеме, это, допустим, организатор этой схемы, собирается по выставкам, ну, чаще всего по зарубежным, чаще всего по китайским выставкам, делает себе визитку красивую. Ну, компанию придумывает из головы, например, супер-логистика в Сия-Руси. Регистрирует имейл где-нибудь на бесплатном сервере, покупает какой-нибудь припейдовский телефон. Ну, это может быть даже русский припейдовский телефон, какой-то на кого-то оформленный, продающийся в подземных переходах. Регистрирует на этот телефон WeChat, регистрирует на этот телефон все остальные мессенджеры. Визитка готова. Например, главный генеральный менеджер по морским перевозкам компании супер-логистика в Сия-Руси и дальше все координаты. Изготовив эту визитку, он едет на выставки и пытается найти агентов, которые в будущем будут осуществлять перевозки. Да-да, именно вы не ослышались, речь идет о том, что будут реальные перевозки, реальные контейнеры, реальные коносаменты. Он находит обычно за поездку 2, 3, 4, 5 компаний, которым, в общем-то, втирается в хорошее доверие, показывая, что у него сотни контейнеров в месяц, что он занимается крупным бизнесом, ну и так далее. Вы сами знаете, как это все делается. Возвращается он в Москву с неким набором агентов, которые могут фактически сделать любое море из Китая. И на этом первая часть истории заканчивается. Часть вторая. Поиск источника денег. Ему нужно найти большие, крупные компании, желательно торговые, производственные компании, которым нужно большое количество контейнеров. И этих клиентов он ищет опять на выставках. Чаще всего на выставках. Только визитная карточка в этом случае немножечко другая. Чаще всего он прикрывается как работник очень крупной известной логистической компании. Поэтому, соответственно, представляется он как работник этой компании и предлагает морской фракт по очень низким ценам. Фактически чаще всего он предлагает фракт минус 30 процентов от тех цен, которые есть на рынке. Объясняет это тем, что у него подписан огромный контракт с какими-то еще там компаниями. И поэтому под этот контракт он выбил вот такие вот цены. Причем цены можно еще даже утрамбовать, если заказ будет большой. Часть третья. Поиск оправданий. Таким же образом этот товарищ ходит по выставкам, по рынкам и ищет ту логистическую компанию, которую он сможет использовать в своей схеме. Что за компания и что он ей предлагает. Если мы помним, в первой части он предлагает большое количество контейнеров агенту, во второй части он предлагает очень хорошие цены клиенту, то в третьем случае он предлагает практически работу на какую-то крупную логистическую компанию в качестве аутсорсера. Компании ничего делать не надо. Он сам клиента найдет, обо всем с клиентом договорится. Он договорится с своим агентом в Китае, с которым он работает, о осуществлении перевозок. А от логистической компании, от этой, нужно всего-то ничего. Нужно выставить счет на клиента. Этот счет, как он говорит, будет достаточно крупный. И поделить эти деньги между двумя другими компаниями. То есть одной компании перевести, грубо говоря, за фракт, а другой компании перевести, грубо говоря, прибыль, которая пойдет ему в качестве отката, как он говорит, клиенту, но и комиссии той логистической компании, которая осуществит эту финансовую проводку. То есть он ищет логистическую компанию, которая выступит фактически только контрактодержателем и банком по получению оплаты от клиента, делению этой оплаты на две части и дальше перевод по его требованиям. Естественно, со всеми документами. Естественно, речь идет о реальных перевозках с коносаментами, с заявками, с букингами. То есть тут никаких проблем нет. Часть четвертая. Воплощение. Итак, он принимает букинги, реальные букинги от реального клиента, причем максимальное количество букингов, максимальное количество контейнеров. Его задача, как можно больше контейнеров отправить в течение месяца, потому что у него есть месяц на эту операцию. Итак, он принимает букинги, отсылает агенту, с кем он хорошо выпивал, договаривался в Китае. И этот агент связывается с отправителем. Отправителю клиент подтверждает имя этого агента. Начинаются букинги, начинаются отплытия контейнеров, соответственно, из Китая в Россию. И тут появляются реальные коносаменты. И в этих коносаментах написано слово, которым он козыряет перед клиентом. Freight prepaid. Он говорит, уже все оплачено мной. Так что вот коносаменты, я-то оплатил, оплатите теперь мне мои денежки. И так продолжается до тех пор, пока первый контейнер не прибывает в порт прибытия в России. Более того, он договаривается с агентом о том, что первые контейнеры агент сделает релиз, не дожидаясь оплаты фрахта. Потому что у агента в руках 100 контейнеров. Поэтому, ну куда ж он денется без оплаты? Остальные пускай держат. Но первые пусть отдаст без оплаты. А клиент, он говорит клиенту своему, что пришло время оплачивать фрахт мне. Потому что я какие-то свои деньги уже вложил, но чтобы получать релизы на все контейнеры, нужна оплата. И вот тут он подсовывает контракт с той самой логистической компанией из третьей части, о которой я говорил. И просит переводить деньги на эту логистическую компанию. После этого он идет в логистическую компанию и говорит, к тебе в течение какого-то короткого срока должна прийти очень большая сумма. Часть этих денег это реальные цены фрахта. Я их должен отдать китайцам. А вторая часть денег это, грубо говоря, наша с тобой прибыль. И то, что мы должны дать в качестве отката, ну, менеджеру клиента. Часть последняя – кидок. Итак, в течение месяца этот товарищ реально отправил 100 контейнеров из Китая в Россию, реально получил 100 коносаментов, реально, возможно, получил даже релизы на первые контейнеры. И через месяц агент начинает волноваться, а где же все-таки деньги? И вот тут его задача как можно дольше держать агента в состоянии ожидания денег, чтобы он продолжал отправлять контейнеры. Но в какой-то момент агент говорит, все, я больше отправлять контейнеры не буду, потому что сумма дебета уже колоссально большая. И тогда автор этой схемы исчезает. Что происходит после этого? После этого клиент оплатил логистической компании достаточно крупную сумму денег, контейнеры реально в пути. Логистическая компания, поделив эту сумму на две части, отправляет ее на, правильно, на помойки для обналички. Этот автор схемы забирает наличку и пропадает. Агент через какое-то время начинает суетиться. Он спрашивает, а что дальше делать? У него в коносаменте есть получатель. Он пытается этого получателя достать, каким-то образом с ним связаться. Получатель, естественно, реальный клиент этого автора. И, соответственно, он пытается связаться еще по тому контакту, который есть в Notify. А Notify это та логистическая компания, которая рассчитывала зарабатывать на финансовой схеме за счет аутсорсера, который занимается всем остальным. Естественно, чем заканчивается эта ситуация? А заканчивается она тем, что, а, внезапно обнаруживается, что реальные ставки на море больше, чем обещал автор схемы. Ситуация B. Оказывается, все деньги, которые отдали логистической компании, не попали агенту. Соответственно, агент просит оплаты по новой. И третий, наверное, самый печальный вариант, что клиент начинает обвинять во всем логистическую компанию. Ведь он перевел деньги ей под ее контракт, под ее акты, под ее все документы. Причем они реальные. Там стоит подпись хозяина, директора, менеджера этой логистической компании. И когда он понимает суть происходящего, он подает в суд на логистическую компанию. Есть ли у логистической компании варианты выйти из этого суда чистым? Это вы сами должны решить. Но тот, кто все это организовал, он пропал. Его не найти. Все документы, которые он предоставлял и агентам, и клиенту, и логистической компании, оказались липой. Все визитные карточки липа. Все телефоны, все имейлы больше не работают. Вот так вот строится схема Кидалова, которую изобрели китайские ребятишки, братишки, строится на российских реалиях. Это для того, чтобы вы знали и не попадались на эту удочку. Берегите себя. До очень скорых встреч. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова